И всем привет, ребят, с вами Сарбанька, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре очень жесткое устройство, которое я давным-давно уже хотел записать. Это устройство на рикошет со статус эффектом оглушения, которое на сегодняшний момент времени может творить какие-то безумные вещи, поэтому мы вместе с вами сегодня его протестируем, посмотрим, как оно себя проявит в бою, насколько жестко оно сейчас нагибает в нашем матчмейкинге, ну и я думаю, что можем даже сыграть на двух разных дронах, по полкатке на дроне Кризис и полкатке на дроне Гиперион. По режиму, в принципе, что нам нужно? Нам нужна карта, где есть стенки, именно с этим устройством есть возможность от стенок на постоянной основе глушить противника и держать его беспрерывно на оглушении, то есть это на сегодняшний момент времени самое бесячее устройство, которое я когда-либо видел, потому что что оно творит, когда ты стопишь типа и не даешь ему даже сдвинуться с места, это ужас, это просто нереально. Когда-то таким был страйкер с оглушением, сейчас страйкер этот занерфили, но зато появился вот такой вот интересный рикошет, который я сегодня вам покажу, как работает. В принципе, мы уже можем ловить первую стеночку какую-нибудь, либо даже, ну даже вот так, даже вот так можно просто, ну вот просто вот высадите типа на одно место и он стоит, он ничего не может сделать, просто у него беспрерывно работает оглушение на танке, да, и то есть если у противника нет резиста, то это постоянное оглушение его уносит без шансов. Просто без единого шанса противник страдает. Все, что вам нужно делать, это только лишь искать стенки, ну и чтобы у противника не было иммунитета от как раз таки оглушения. Если иммунок от оглушения нету, сейчас у противника есть только одна такая, то вы начинаете делать ужасные вещи и уносить противника без шансов. Плюс еще с этим устройством за счет критических выстрелов есть оглушение, именно поэтому я взял диктатора. И попробуем еще с диктатором тоже, когда у меня оверка появится, попробуем тоже покидать урон с оглушением по 105 типов и посмотреть, как это дело будет работать. В принципе, с точки зрения нагиба и с точки зрения бесячности, это самое, наверное, противное устройство на сегодняшний момент времени в нашей игре. Да, хуже устройства нету. И если вы хотите кого-то прям люто покошмарить, то знайте, что сейчас вот есть такой вот рикошет, которым можно делать прям ужаснейшие вещи. Да, может быть с точки зрения набора очков и наноса там урона у вас не будет таких прям каких-то супер безумных цифр. Но с точки зрения как раз таки ваших полезных действий и морального уничтожения противника, это устройство прям самое жесткое, самое жесткое. Прям, ну, лучше нету. То есть оно может уничтожить любого, да, взбесить любого. И поэтому, ну, я не знаю, зачем такие устройства в наше время делаются. Но пока оно есть, пока его не занерфили, у вас есть отличная возможность троллить противника на постоянной основочке. Вот так вот садите просто и все. И все, он уже сдвинуться не может. Так, но нам было бы неплохо, наверное, все-таки попробовать не Кризиса, а попробовать как раз таки Гипериона. Гипериона, потому что мне так кажется, что здесь Кризис особо сильно с этим дикорикошетом не сочетается. А вот Гиперион, который дает фул расходку, то это как бы более такой хороший, как по мне, дрончик, который может сработать поинтересней. Так, ну и сейчас было бы еще неплохо поражать овердрайв и попробовать с овердрайвом еще покошмарить противника. Ну вот так вот можно просто посадить бойцов на оглушение и просто посливать. Не, ну это дико, это очень дико. Так, пробуем от стеночки. Ага, иммунитет, все, понял, понял. Иммунки заставляет брать это устройство очень сильно. И поэтому для вашей команды оно тоже как бы разгружает очень многое. И если вы, например, играете с командой, например, в группе, да, кто-то использует там, например, какие-нибудь эми статус эффекты, кто-то пробитие, кто-то подавление. И вы используете такой рикошет с оглушением, то у противника уже начинают появляться вопросы, что же лучше ему брать, да, какой лучше брать статус эффект. И за счет этого вы тоже выигрываете в плюс. Поэтому, если что, на заметку тоже можете на постоянной основе брать. Ну и круто, что еще этот рикошет, помимо даже если того, что вы не откидываете урон от стеночек, да, у вас есть на постоянной основе возможность еще критануть и тоже застопить оппонента. То есть даже без урона от стены у вас есть шанс еще хорошей дополнительной реализации этого рикошета. Так, ну и что касаемо боя. За 5 минут мы ведем 32 на 7. Все у нас хорошо, все отлично, все великолепно. Одну оверку мы уже реализовали. Пробовать нужно реализовывать еще. Овердрайвы можно было бы вообще где-нибудь здесь от туннельчика условно поиграть. Так, у этого иммунитет, да. Так, мне надо запомнить, у кого иммунитет. У Славы иммунитет и у Фреда иммунитет. Да, у этих двух игроков есть иммунитет от оглушения. То есть по ним от стенки накидывать смысла нету. По всем остальным танкам можно смело накидывать урончик и стараться их как раз таки на стопинге держать. Так, ну что-то у меня тут уже начинают Теслы накидывать большое количество урона. Плюс там шафты. Шафт, Гаусс, Тесла, да. По ощущениям, по резистам нам надо взять. Шафт, Гаусс и Тесла. Сейчас мы этот резистик возьмем. Да, как вы видите, по очкам нету какого-то прям супер большого набора. Но, как я уже и сказал, это устройство не как раз таки набора очков. Это устройство самое бесячее. Вот видите, вот так вот просто садите на жопочку молодого человека. Ну и все. Начинаете кошмарить его. Так, здесь можно хоп-хоп подработать. Отлично. Можно, конечно, не всегда работать рикошетом. То есть, как бы это уже я немножечко перебарщиваю где-то в моменте. Но, в любом случае, есть возможность хорошей накидки. Так, возьмем Тесла, даже Магнум. Тесла, Магнум, Шафт. Возьмем такой резист. Тесла. Тесла, Магнум, Шафт. Там Гаусса не будем брать. Там Гаусс один только. А вот, что Магнумов, что Тесел. Там по две штуки есть у противника. Поэтому, в данном бою, это будет актуальный резист. Так, и у нас уже по ходу дела досрочка сейчас будет. Досрочка будет. Прожимаем овердрайв. Пробуем что-то здесь накидать. Нулевым уроном. Ну и мы завершаем этот байочек. Давайте попробуем сыграть еще какую-то одну быструю катку. Но, наверное, уже не полную. Полный бой мы не будем играть. Иначе у нас видос получится супер-супер долгий. Ну, скатать еще чуть-чуть можно. Пару-тройку минуточек. Так, немножко потроллить противника. Ну, если будет какая-нибудь возможность на досрочку, может, тогда просто каточку с досрочкой завершим. Ну и так, посмотрим, что вообще у нас рикошет еще будет из себя представлять. Так, закидывает нас на ЦП. Должны вы отлично понимать, что карта должна быть со стенками. Да, если вы заходите на карту, где стенок нету, то оно с этим рикошетом, ну, вам особо ничем пользы никакой не даст. Да, то есть, если вы заходите на просто там каточку, то лучше, конечно, перезаходить, менять вооружение. Ну и все, вот видите, посадил на точку типа. И он даже ничего не может сделать. Просто даже сдвинуться с места не может. Так, пробуем вот этого быстренько забрать. Да, гиперион, с этим рикошетом точно лучше сочетается. Точно интереснее сочетается. Так, садим, 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 садим. Держим, хорошо, хорошо, хорошо. Вот сейчас было очень хорошо. Это было просто бесшансово. Это было бесшансово. Это было просто бесшансово. Иммунитет, понял. Понял, принял, обработал. Иммунитет, конечно, это то, что может ролять против этого мега устройства Но если иммунитета нету, то считай, что Габелла тебе приехала Тебе просто приехала Габелье И ты можешь сушить весла против этого Рика Потому что шансов у тебя уже, скорее всего, никаких на отъезд не будет Тебя просто он посадит на одну точку И ты будешь АФК стоять без шанса даже на какой-то отъезд Поэтому, ну, если группой играете, группой точно это устройство будет супер крутое Если группой играть, прям, мне кажется, можно так ловить кайфа Так троллить противника и на постоянной основе садить его на пятую точку Что там уже у ваших тиммейтов появятся возможности с реализацией тоже Каких-то интересных устройств с статус эффектами Так, здесь АФК, конечно, но все равно можно его дополнительно посадить, чтобы он далеко не уехал Так, я думаю, что мы скатаем давайте еще один респик Пробуем еще немножко посадить и будем уже выходить с этого боя Все-таки я полный бой не планировал играть, чтобы уже не затягивать с этим видосом В принципе, здесь никакого прям великолепного бомбического набора, конечно, очков нету Но работа, которую делает это устройство, это, конечно, невероятный вклад И невероятный троллинг, который может работать на постоянной основе Самое жесткое, это то, что ты стоишь на одном месте, ты даже сделать ничего не можешь Да, то есть, как бы ты не хотел сдвинуться с места Как бы ты не хотел бы сыграть в плюс, там, как-то помочь своей команде Ты, если тебя поставили в позиционку, да То есть, ну, ты даже уехать никуда не можешь Ты просто стоишь АФК и все И получаешь оглушение на свой танк Без никакой абсолютно возможности на отъезд Ты просто получаешь домашку и вот так вот просто начинаешь стоять Ну, либо же просто берешь иммунитет Одно из двух Именно так все дело и работает против этого рикошета Поэтому берите себе на заметку Обязательно попробуйте это устройство Если кто-то играл, то напишите вообще, что вы думаете по поводу этого рика Я считаю, что это, ну, прям вообще очень безумное устройство Его точно надо нерфить Потому что если у нас такие будут устройства в игре То еще больше игроков будет очень сильно сгорать И просто, я не знаю, тратить безумно большое количество своих нервов Из-за вот таких вот жестких устройств Обязательно поддержите данный видос, если он вам понравился Также не забывайте, конечно же, подписываться на канал Если вы еще вдруг не подписаны Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики Ну и не забывайте про текст создателя контента Мой личный такт в настройках нашей игры Это такт ТМП Устанавливайте его, поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 20 тысяч танкоинов Уже на этих выходных будут итоги этого розыгрыша У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok